Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного фефилакта архиепископа Болгарского на Новый Завет. Толкование на Деяния 4.13.14 Поэтому иудеи и удивлялись, когда Петр и Иоанн говорили и ораторствовали. Комментарии Игнатия Лапкина. Смысл всех выступлений апостолов был один. Христос воскрес из мертвых. Спасение только во Христе. Деяние 4.12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 1 Коринфянам 2.2.4.5 Ибо Я рассудил быть у вас не знающими ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. 1 Коринфянам 1.17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Сколько пишется сегодня о выступлениях иерархов, священников на различных конгрессах, съездах, форумах, епархиальных собраниях. Сколько они ораторствуют о духовности, о традиции, о возрождении, о храмах. Но не о рождении свыше, не о любви к Богу всем сердцем. Выступления сегодняшних ораторов отличаются от проповеди апостолов, как земля от неба. Толкование на одеяния 4.23.28. Своею молитвою дают разуметь, что и Творец мира, и Отец Спасителя один и тот же Бог, потому что им дарованы оба завета. Деяния 4.29.31. Молились же апостолы не о том, чтобы избавиться от перенесения трудностей, но об успехе проповеди. Комментарий Игнатия Лапкина. По велению Духа Святого, по замыслам Божьим о спасении человека, проповедь была поставлена самим Господом Богом на первое место. Миссия Духа Святого заключалась в первую очередь в том, чтобы ученики Христовы облеклись силою свыше и стали безбоязненно проповедовать всюду Евангелие о спасении. Лука 24.49. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Деяние 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Об успехе проповеди молились апостолы день и ночь. Об успехе проповеди они просили молиться учеников своих. 1 Коринфянам 16.9. Ибо для меня отверсто великая и широкая дверь, и противников много. 2 Коринфянам 2.12. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверсто была дверь Господа, 2 Коринфянам 4.3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову. Успех проповеди означает, что она непрестанно звучит. Ибо только через проповедь Евангелия, только через благовестие могут обратиться души ко Христу. Все иное, хождение по традиции в церковь и даже соблюдение всех предписаний церкви, самое большее, что может создать это ревностного поклонника данной религии, но не возрожденную душу. Религия без Духа, без огня Духа Святого обман и никого не спасает. Прощаясь со своими учениками, Христос на целые тысячелетия вперед дает одну главную заповедь любви, и в этом весь закон и пророки – спасти ближнего через проповедь. Матфея 22.40 На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Римлянам 13.9 Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове – люби ближнего твоего, как самого себя. Там, где нет проповеди о Христе, там не может быть и любви, и нет исполнения главной заповеди Божией. Марка 16.15 И сказал им – идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А за нарушение главной заповеди и самое страшное наказание. Сегодня в православной церкви упор сделан на богослужение, а о чем молиться люди не знают и просят только о нуждах насущных. Нужно же постоянно и всем молиться об успехе проповеди. К молитве об успехе проповеди побуждает Дух Святой, побуждает все Слово Божие. И кто не старается об успехе проповеди, тот делает молитву свою неугодной Богу. Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Притча 15.8 Жертва нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных – благоугодно Ему. Молились же апостолы не о том, чтобы избавиться от перенесения трудностей, но об успехе проповеди. Толкование на Деяния 5.12.16 Со всех сторон возрастало удивление апостолам. И со стороны уверовавших, и со стороны исцеленных, и со стороны наказанных, и со стороны дерзновения их во время проповеди, и со стороны добродетельной и безукоризненной жизни. Комментарий Игнатия Лавкина Храбрость, смелость Давиду придала твердая уверенность, что с ним Бог. И эта уверенность основывалась на том, что он уже испытал в победе над львами и теми, кто угрожал ему и его стаду. Господь Спаситель Христос дает своим последователям твердую надежду на свою помощь. Евреям 13.5 Дух Святой воодушевляет доверившихся Ему. И сам подает нужные мысли, слова и память. Иоанн Златоуст Не возлагайте всего на нас, восклицает он неоднократно. Вы, конечно, овцы, но не бессловесные, а разумные. Доколе нам беседовать с вами об этой жизни? У апостолов так не бывало. Они всегда миновали тех учеников, которые учились у них прежде, оставляя их учителями других, желающих учиться. Потому что они и могли обойти, потому-то они и могли обойти всю вселенную, что не были привязаны к одному месту. Подумайте, сколько нужно преподать учения братьям вашим по деревням и самим учителям их. А вы держите меня, приковав к себе, потому что прежде чем хорошо будет построена голова, не следует идти к прочим членам. Вы все возлагаете на нас, тогда как только бы вам надлежало учиться у нас, а женам вашим у вас, детям тоже у вас. Напротив, вы все оставляете нам от того-то и много труда пастырю. Толкование на Деяния 8.1.4 Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Сами апостолы не рассеялись, но остались в Иерусалиме, потому что где сильнее нападения, там должны находиться и лучшие борцы, и быть для других примером мужества и смелости. Комментарий Игнатия Лапкина. В первоапостольской церкви была всеобщая апостоличность, посланничество у веровавших в мир. Рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Благодаря Вселенской проповеди учителей и мирян Слово Божие достигло и нас. Но если бы в первом веке возникло монашество, то мы были бы безбожниками. До нас бы это Слово Божие не достигло. Иоанн Златоуст. В церкви нет ни высокомерия начальствующих, ни раболепства подчиненных, а есть власть духовная, которая находит для себя более всего приобретение в том, чтобы принимать больше трудов и заботы о вас. А не в том, чтобы искать больших почестей. В церкви должно жить как в одном доме, как составляющее одно тело. Все должны быть расположены друг к другу. Итак, для чего же разделяемся, когда столько связей, нас соединяющих? Для чего разрываемся? Вот и опять мы принуждены оплакать то, о чем многократно я плакал. Слез достойно настоящее наше состояние. Так далеко мы отгородились друг от друга, между тем, как надлежало бы изображать собою союз одного тела. Тогда бы и меньший мог приносить пользу большему. Хотя бы он и был меньший. Но если предлагает что-нибудь полезное, предпочти его мнение, хотя бы он был даже последний. Не оставь без внимания. Не будем презирать тех, кто дает нам полезные советы, хотя бы они были из подчиненных, хотя бы из людей низких. Не будем непременно почитать достойным предпочтение то, что предлагаем сами. Но то, что окажется полезным, это пусть и одобряется всеми. Толкование на деяния 8.26.33. Удивительным образом спрашивает, потому что не льстит и не хвалит и опять не упрекает в невежестве. Но спрашивает так, чтобы возбудить большее желание и показывая, что в читаемом находится великое сокровище. Комментарий Игнатия Лавкина. Когда сегодня беседуешь с евреями, истинными иудеями, ищущими спасения, они пространно объясняют любое место, говорящее о богоизбранности этого народа. Но задача христианина при беседе с ними попытаться убедить их, что их предки совершили роковую ошибку, не признав в Иисусе обещанного Богом Мессию. Самым сильным местом против иудейского заблуждения является 53 глава пророка Исаии. То место, которое читал Евнух. До этого места они пространно объясняют, чего хотел от них Иегова. Но спросите их, как Евнух, о ком говорит пророк, кто же этот, о котором говорит пророк Исаия, кто же этот, изъязвленный, взявший на себя немощи народа, которого его соотечественники ставили ни во что, кто же он, был ли кто-то в Израиле похожий на этот образ, и кто? Даже ученые раввины, потупив голову, говорят, не будем об этом говорить. Когда это слышишь от живого еврея в их синагоге, то хочется плакать. Почему же они не заметили, что в читаемом находится великое сокровище? И эта роковая ошибка в толковании Священного Писания через тысячи лет приведет их в третий храм к подножию Антихриста. Для нас, православных, дано великое сокровище – Слово Божие. И к нему дано толкование святых отцов. Эти сосуды Духа Святого истолковали каждый стих Нового Завета. Мы можем на каждое место Священного Писания ныне показать, что в читаемом находится великое сокровище. Насколько мы, православные, бедные и нищие, будем, если нас не приведут к Слову Божию, к Святому Евангелию, не познакомятся распятым за наши грехи Иисусом Христом. В каждой строке о жертве Христа, о его любви, во всем этом находится великое сокровище. Итак, православные, не выпускайте из рук Библию и это толкование блаженного Феофилакта, ибо в этом находится великое сокровище. Толкование на деяния 8.34.40 Дух поставил Филиппа в азоте. Здесь он и должен был затем проповедовать. Комментарий Игнатия Лапкина. Священное Писание – это живой голос живого Бога. Людям ничего не нужно придумывать, улучшать то, что Бог заповедовал. И послушание Богу, Божьим словам, верующая душа держит на первом месте. Враг Божий, дьявол, старается опорочить ревностное исполнение Священного Писания. И часто делает это под благовидными предлогами, чтобы люди слушались своих руководителей, наставников, учителей, поступающих не по Писанию. Диакон Филипп хорошо слышал голос Божий и очень хорошо знал, что он послан проповедовать. Найдите среди дьяконов православной церкви за тысячелетний период хотя бы одного, кто выполнял ту же миссию, что и первоапостольский дьякон Филипп. Неужели трудно сделать это сравнение с сегодняшним дьяконом и вынести однозначный вердикт? Мы совершенно не похожи на того дьякона Филиппа. Мы делаем совершенно не то, что тогдашний дьякон Филипп. Мы не слышим голоса Божия, посылающего на проповедь, как этот дьякон. Этот один дьякон Филипп в деле проповеди сделал больше, чем все дьяконы в России за тысячи лет. Почему дьяконы не проповедуют в церкви? Кто закрыл их уста для благовестия в миру? Слово дьякон означает служитель, помощник, пресвитер и епископа, и он должен помогать им в деле проповеди в первую очередь. Того дьякона Филиппа на пустынную дорогу для проповеди послал Христос. Кто не допускает сегодня дьяконов подражать тому Филиппу? Христос? Но, евреям 13.8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Толкование на Деяния 9.1.2 Саввл идет в Дамаск, потому что это был великий и царствующий город, и он боялся, чтобы этот город не увлекся христианской проповедью. Комментарий Игнатия Лапкина. Как им вообще люди могут поверить? Зря доверились Гамалиилу и заняли выжидательную позицию. Это опасное галилейское учение разлагает нацию, делает людей безвольными и безразличными к свободе Родины. Эту назарельскую ересь как заразу необходимо всюду выжигать и карать беспощадно и особенно проповедующих. Так думают все гонители, как описывается в житиях святых. Но Слово Божие бессмертно, его не убить. Если говорят, что рукописи не горят, то это говорится о свитках, на которых Дух Святой начертал Евангелие. Если красота спасет мир, то эта красота есть Христос, распятый и воскресший, одежда которого обогрена его причистой кровью. У него миллионы добровольцев, которые несут бессмертное слово, которое нельзя ни убить, ни спрятать в тюрьму. 2 Тимофею 2.9 Для Слова Божия нет уз. «Я беседую с вами, — говорит Иоанн Златоуст, — однажды или иногда дважды в неделю, а ты постоянно в своем доме имеешь учеников, жену, детей, слуг, и вечером, и за трапезою, и во весь день можешь исправлять их. «Великое дело, — говорит Вселенский Отец, — сделаться учителями Вселенной. Немало значит, когда везде услышат, что в этом городе никто не клянется. Если это будет, то вы получите награду не только за свои подвиги, но и за попечение о братьях. Вы сделаетесь тем же для Вселенной, чем я для вас». Толкование на Деяния 9.20.22 Он, доказывая это, преподавал и изъяснял из тех писаний, которые им были известны. Комментарий Игнатия Лапкина. «Апостолы начали свою проповедь среди евреев. Слушатели знали Священное Писание, поэтому в своем Евангелии, написанном для евреев, евангелист Матфей делает много ссылок на Ветхий Завет. Точно так же поступает апостол Павел в послании к евреям. Никакие человеческие доводы не будут иметь такой убедительности в диспуте в беседе со знающим Священное Писание, как доводы из Библии. Православные люди, не приученные к Слову Божию, а это может быть самая большая вина священников, с легкостью переходят в любую секту. Социологи показывают, что около 85% принявших сектантские заблуждения и перешедших к ним православные. А если бы эти люди могли на основании Библии доказать правоту своего вероучения, то все вышло бы наоборот. Вот к этому-то и призывали святые отцы, а особенно Златоуст и Афанасий Великий. Разделите со мной, прошу вас, это служение. Я говорю ко всем вообще, а вы говорите каждому в частности. И пусть каждый содействует спасению ближнего. Иоанн Златоуст. Конец 18 части.